Сегодня Надя в образе ангелочка. Она рассказывает всем об истории праздника и о том, кто такой Святой Николай. Святой Николай был чудотворец. Он дарил детям, которые бедные, подкладывал денежки бедным семьям и вылечивал больных. Для гостей праздника дети подготовили красочный спектакль. Они рассказывали о добрых делах, которые совершил Святой Николай, читали стихи, исполняли танцы и народные песни. Праздник Святого Николая всегда сопровождается подарками. По традиции дети находят их у себя под подушкой в ночь с 18 на 19 декабря. Но получают подарки только послушные ребята. Так гласит предание. Воспитанники детдома знают, какими надо быть, чтобы Святой Николай не оставил их без внимания. Надо быть вежливым, доброжелательным, уважаемым. На праздник ребятам пришло немало гостей. Среди них представители Фонда социально-экономического развития Севастополя. В рамках программы «Счастливое детство», инициированный президентом Фонда Павлом Лебедевым, ко дню Святого Николая всем ребятам подарили сладкие подарки. Я хочу вам пожелать здоровья, пожелать вам счастья, это ребятам. Пожелать хороших оценок, хорошей учебы. Вы действительно такие добрые, талантливые, замечательные. К слову, фонд оказывает поддержку детским домам и интернатам Севастополя на протяжении семи лет. В рамках проекта «Счастливое детство» для воспитанников приобретают одежду, посуду, технику, устраивают экскурсии. Дарить подарки к предновогодним праздникам уже стало доброй традицией. И такие встречи особенно важны для детей, уверенно исполняющей обязанности директора учреждения Валентина Корнейчук. Они не просто получают внимание и заботу, в которых так нуждаются, но и сами учатся быть добрее. У детей, когда мы проводим этот праздник, то, конечно же, нацеливаем на то, что это праздник, который приносит добро и любовь каждому из них и окружающим. В конце представления гостей праздника ждал сюрприз. Дети угостили всех николайчиками – сладкими символами праздника. Медовые пряники испек один из сотрудников детского дома.